Здравствуйте. Сегодня наша тема это логирование. Вообще мы рассмотрим все, что нам хотелось бы иметь в системе логирования. Ну, на примере Node.js будет. Понятное дело, что у нас была предыдущая одна из лекций, как работать с консолью, командной строкой, выводить туда что-то. Это одна из самых первых лекций была. И мы делали раскрашивание в консоли разными цветами. На этом логирование, конечно, не заканчивается. Нам от системы логирования нужно, во-первых, самое важное, чтобы было несколько источников, откуда мы логируем, и несколько мест, куда мы эти логи пишем. Ну, и потом, собственно, важен формат логов, важна ротация логов и куча всяких еще вещей вокруг этого дела. В одной тоже из лекций, по-моему, в замыканиях, или же там, когда мы функциональное программирование рассматривали, я вам писал очень простенький логер, чтобы показать, как работают замыкания. Я его так существенно дописал, и он стал уметь очень много всего. Вот тут сверху написан, собственно, формат его вызова. Это функция, которую можно вызвать... Сейчас сколько раз? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть раз подряд вызвать, каждый раз отдавая ей по одному аргументу. Ну, в том примере было гораздо меньше. Я на этом демонстрировал, как работают замыкания. И вот тут как раз логер начинает уметь еще дополнительные штуки. То есть тут он, конечно же, умеет выводить небольшим количеством разных цветов разные типы логовых сообщений. Но еще он умеет работать и с файлами, и с консолью. И еще он может получать на вход кастомный сериализатор. То есть он может писать логи в том сериализаторе, который вы ему дадите, или у него есть там, если что, дефолтный сериализатор. И кроме того, можно передать в этот логер имя приложения, потому что мы можем хотеть писать логи из нескольких приложений, даже если это запущено под одним процессом. Ну, может быть и из нескольких процессов. И какое-то имя модуля или сервиса внутри приложения. Ну и, конечно, тип логового сообщения. И каждый раз, когда мы вызываем эту функцию, следующий раз, мы получаем ее, ну, как сказать, тоже функцию, которая уже более специализирована. То есть мы сейчас вот откроем пример. Загрузили этот логер. Вот этот маленький, который я вам показывал, что он на одну страничку. Ну, это, скажем, сделали мы какое-то namespace-приложение, и туда создаем экземпляр этого логера. Сразу мы ему при первом вызове передаем поток. Это в writable stream, то есть то, куда можно писать. Ну, вот мы хотим писать в обычную консоль, мы ему передаем процесс stdout. Можем передать, как в следующем примере будет, ну, сюда мы можем еще опционально передать имя файла. А можем передать уже созданный какой-то файловый поток. Можем передать сокет, так как он тоже writable. Можем передать, собственно, любого наследника от writable stream, и у нас туда будет происходить логирование. Главное, чтобы там был метод write. Дальше мы еще раз вызываем эту функцию, но по дефолту там берется дефолтовый сериализатор, а вот тут вот мы будем подставлять сериализатор просто json stringify. Мы можем туда подставить какой-нибудь другой самописный сериализатор, к которому на вход приходит объект, и нужно этот объект сериализировать, и вот он будет писаться. Дальше мы хотим породить от этого логера экземпляр его, который будет работать, логировать конкретно для этого приложения. Назвали это приложение там App1. И вот теперь у нас в Application Logger уже есть такой логер, который умеет и, значит, сериализовать, как мы ему сказали, и писать в какой-то destination, то есть в какое-то определенное место. И дальше мы хотим, ну, внутри приложения есть несколько модулей. Ну, у меня тут все это в одном файле, это просто для простоты, а так вообще каждый модуль может взять из namespace Application Logger и вот таким вот образом сказать, что теперь я буду логировать вот эту подсистему, какой-то модуль, и присвоить это там себе. Модуль Logger. Ну, и дальше мы уже из этого модуль Logger можем тоже сделать несколько функций уже для логирования каких-то информационных сообщений, варнингов, ошибок, вывода дебаг сообщений. Ну, и вот мы выводим эти сообщения. Тут пока что мы все это дело написали, ну, как бы, абстрагировано от транспорта, абстрагировано от, ну, не то что транспорта, абстрагировано от того, куда мы это логируем, мы уже не знаем. То есть у нас тут просто функция, куда мы можем передавать там строчку, объект или что-нибудь такое, что нужно логировать. Ну, это пока что еще, мы не знаем даже в каком формате оно будет записываться. И сейчас посмотрим. У нас у логера есть дефолтовый сериализатор. Он очень простой, он просто берет объект, все ключи опускает, берет только все значения. Join it все эти значения через стабуляцию, и у нас получается tab-separated-log. То есть каждая строчка будет записываться в виде значений из этого объекта, разделенных табуляций. В конце каждой строчки будет добавляться slash n, для того чтобы мы просто его парсили. То есть табуляции разделяют колонки, строчки разделяют записи. Ну и в том случае, если у нас в writable stream является тетиваем, то есть консолью, в этом случае нам нужно еще расцвечивать, цвета добавлять. Ну в файл нам, конечно, не нужно цвета добавлять. Поэтому у нас вот тут вот есть color и normal. Color будет переводить, это escape последовательность, которая будет переводить консоль в режим вывода определенным цветом, а normal будет ее возвращать в обратное состояние. А если это у нас не тетивай, а файл, то у нас и color и normal будут пустые строчки, и потом вот это дело склеивается, и получается, что при выводе в файл у нас цвета не пишутся, а при выводе в консоль пишутся. Значит, тут вот все, что выводится в запись, и потом вызывается сериализатор. Тут у нас есть несколько вот таких вот вложенных функций, каждый из которых делает ретурн. Тут вот вся последовательность их вызова я ее в комментарии написал, но вообще тут происходит вложенность всего лишь один, два, три раза. То есть на этапе, вот тут принимается сразу несколько аргументов. И тут один аргумент. Зачем нам это нужно? Потому что когда мы создаем логер для какого-то destination, куда мы пишем, нам бы хотелось, чтобы у нас создавался экземпляр файлового стрима всего лишь один, потому что если бы мы каждый раз, то есть если бы мы вот эту строчку перенесли вот сюда вот вовнутрь, у нас бы при каждом, при логировании каждого сообщения происходила бы генерация файлового стрима, открывался бы файл. Зачем нам это нужно? То есть пока у нас благодаря замыканиям вот этот вот стрим виден. Он виден из той функции, которая возвращается из глубины, из вот этой вот функции. И для всех экземпляров вот этой вот функции, которая вернулась в самом конце цепочки этого функционального наследования, у нее будет один writable стрим. То есть вот этот корневой writable стрим будет общий для них, для всех, и не будет открываться много файлов. Точно так же мы вычисляем тут цвета, и точно так же там вычисляем флаг из cty, который там позже используем. И каждый раз, когда мы хотим логировать, только уже происходит простая вещь, там дата формируется, и сериализация происходит, и все. То есть уже многое за это самое, закешировано. То есть тут цвет закеширован, стрим закеширован, и там флаг закеширован. Логер очень простой, да? А теперь давайте попробуем посмотреть, что он умеет делать. Вот мы сейчас его лог-файл приберем и запустим. Так, как он у нас называется? О, ну понятно, что он умеет выводить все это дело на экран. Но что нам нужно изменить для того, чтобы он нормально выводил это дело в файл? Мы просто заменяем аргумент вот тут, и теперь он у нас умеет выводить файл. Сейчас, вот смотрите, файла нет. Так, файл есть. Вот смотрим файл, а он у нас в JSON формате. То есть что случилось? Потому что мы сюда передали JSON сериализатор. Сейчас мы отсюда прибьем и удалим файл. Теперь то же самое запустим. Видим, в файле теперь просто строчки. То есть мы можем быстро переключать сериализаторы, можем туда XML писать или что-то, что хотим. Ну, естественно, что мы все это дело должны в одну строчку вытягивать. Мы не можем этот JSON форматировать так, чтобы он у нас на несколько строк был, потому что, ну, как нам потом разбирать, где запись начинается, где заканчивается. Поэтому мы должны все эскейпить, что внутри. Так, ну, и теперь попробуем то же самое сделать с выводом на консоль. То есть вот тут вот у нас консоль, а сюда мы напишем JSON.stringify. Так, и теперь у нас, о, теперь теми же самыми цветами, но теперь он выводит эти JSON прямо в консоль. То есть мы можем переключать, даже можем написать свой сериализатор, и всего лишь это чуть-чуть совсем кода. Ну, это еще не все, что мы хотим от логера. Пока что посмотрим, ну, какие у нас требования к нему. TTY уже поддерживает, файловые потоки поддерживает, кастомные в райт-стримы поддерживает. Можно туда передавать и имя файла, и стрим. Дальше структурные логи пишут. Ну, структурные логи имеются в виду в каком-то формате сериализации, который является регулярным синтаксисом. Ну, вот JSON туда передали, это регулярный синтаксис. Для чего это нужно? Ну, я на самом деле структурные логи не люблю, но могут быть там на разных проектах такие требования. Вот писать структурные логи. Просто они больше. Они процентов на 30-40 обычно больше. То есть каждый раз, когда мы пишем какое-то поле в структурный лог, туда пишется и имя поля, и значение. То есть вот тут kind и warning, и имя, и значение. Это куча лишнего места. Но таким образом мы можем каждую строчку просто сделать парсинг. Это кусок JSON. Ее очень просто распарсить. То есть потом средства поиска и средства автоматической обработки. Такие логи якобы распарсить проще. Хотя если у нас какой-то comma separated или tab separated, или там, я не знаю, в каком-то нам, в нашем формате эти файлы, там тоже все прекрасно парсится. Просто мы должны знать, что в какой колонке пишется. Мне кажется, лучше в первую строчку лога записать шапку, или просто зафиксировать, что в первой колонке у нас дата, или в третьей колонке у нас имя приложения. И таким образом это будет не менее удобно для парсинга. Я думаю, что практически все системы для поиска и агрегации логов вполне с такой же скоростью, а то еще даже и быстрее распарсят нам вот такой tab separate структуру. Ну, иногда бывает, что нам нужно записать более сложные штуки. Там нужно кусок состояния приложения. Если записывать, то в JSON, наверное, его удобнее записывать кусок состояния приложения. Хотя, почему бы нам, допустим, в tab separated в какую-нибудь колонку не записать JSON? То есть это тоже совершенно нормально. Так, ну, структурный уже поддерживаем. Кастомные сериализаторы уже поддерживаем. Цвета поддерживаем. Значит, разделяем блок по application и модулям, или там сервисам уже поддерживаем. Типы логирования поддерживаем. И, ну, генерируем несколько функций для логирования. То есть у нас, грубо говоря, требования к логам занимают столько же, сколько этот логер сам место. Ну, чуть-чуть поменьше требования занимают. Но мы еще хотим кучу всяких дополнительных вещей займить от логера, которые так быстро просто не напишешь. И все-таки нужно будет или потратить там пару дней для того, чтобы их реализовать, или взять просто что-то готовое. Ну, во-первых, логи растут. И чем больше эти файлы, тем медленнее туда писать. Это не очень хорошо. И поэтому нам нужно периодически старые файлы закрывать, открывать новые и писать туда новые логи. Ну, и кроме того, это еще нужно для того, чтобы можно было старые файлы, ну, чтобы мы их уже отпустили, чтобы приложение их уже не держало, чтобы старые файлы можно было, допустим, удалять, перемещать, анализировать, при этом не мешая приложению писать новые логи. Поэтому, конечно, нам нужно желательно делить периодически логи на какие-то части. Это еще одно требование. Ну, мы можем, допустим, каждый, ну, в зависимости от интенсивности записи логов, мы можем каждый час или там по размеру файла, там, как оно дошло там до, там, размера 100 мегабайт, вот, начинать новый файл. Или там каждый день создавать новый файл. Ну, можно в имя файла записывать дату и время, чтобы было понятно, что это за логи. И, конечно же, еще вот следующее требование к системе логирования, чтобы он создавал какие-то вменяемые имена файлов, чтобы потом можно было их там отсортировать, найти, и хотя бы по имени файла. Ну, туда могут еще записываться в имя лога, имя аппликейшена. Вот, то есть, не в каждую строчку лога будет писаться, а просто в имя файла можно это писать. И, конечно, у нас будет там большой каталог, в котором лежит очень много файлов, но, опять-таки, все эти файлы, они скапливаются в каталоге, и потом получается, что уже поиск по этому каталогу уже медленный, и чтобы даже открыть файл, нужно его найти в каталоге, и все это замедляется, поэтому нам нужно архивировать старые логи или просто их удалять, в зависимости от того, что у нас за система. Так, это еще одно требование, но у нас, да, вот удаление старых файлов, или там архивирование. И еще одно требование есть, это, ну, желательно в один и тот же файл из двух разных процессов не писать. Ну, в принципе, это, как бы, ну, технически можно, конечно, писать из двух процессов в один файл, но такие логи будут работать медленнее гораздо, поэтому, вот, смотрите, я на всякий случай, ну, там, запустил, там, 20 процессов, у каждого свой лог. Ну, понятно, наплодилось файлов. Потом, если вам нужно, когда мы ротеатим логи, или, точнее, когда мы, там, настал новый день, создались новые логи, а те старые можно склеить в один, да, но уже только после того, как закончился день, закрылись файлы, потом можно их склеить. Так, дальше, ну, да, удаление старых, буферизация. Вот это достаточно важная штука, которая в основном влияет на производительность логов, потому что, если сразу писать на файловую систему, это будет медленно. Ну, каждая строчка будет приводить к записи файл. Конечно, файловая система будет заниматься буферизацией, но, когда мы пишем логи, нам лучше всего делать это вручную, чтобы управлять как-то сбросом данных физически на диск. Поэтому нужно каким-то образом буферизировать это дело в оперативной памяти, а потом, когда мы сбрасываем этот кэш, накопившийся буфер на диск, мы хотим принудительно сказать, вот файловая система, вот сейчас запиши точно. То есть мы должны зафлашить буферы. Ну, то есть, конечно, в нашем простом логере таких функций нет. Оно и не удаляет, и не ротейтит, и не сбрасывает буферы, ничего вообще не буферизирует, просто файл стрим пишет. Ну, файл стрим и файловая система как-то там чуть-чуть управляются с этим делом. Ну, мы сейчас можем проверить производительность там на другом логере, и вы увидите, что этот будет проигрывать несколько. Так, ну, еще можно, конечно, сбрасывать логи по тайм-ауту. Но тут тоже нужно думать и по размеру, сколько накопилось в буфере, и по тайм-ауту можно сбрасывать. Но тут, что еще нужно принимать в учет, это, допустим, все, что у нас в памяти, если у нас вдруг отрубилось там электричество или что-то сломалось, или что-то вышло из строя, мы уже не можем записать файл, то, конечно, у нас часть логов потерялась. Когда аварийная ситуация, мы потом не разберемся, почему она произошла. Поэтому в зависимости от того, какая система, в некоторых мы можем пожертвовать производительностью и сделать так, чтобы нам было более удобно потом разбирать логи, а в каких-то мы должны больше гнаться за производительностью, но тогда будем терять в каких-то критических ситуациях. Часть логов может быть потеряна. Так, значит, кроме того, в writable stream, в ноде это отвратительно написанный кусок. Я вам уже на одной из лекций рассказывал, что там очень страшно написана буферизация, там излишнее копирование происходит. То есть сначала оно записывает это в двухсвязный список, потом итерирует, ну, то есть каждая запись в лог формирует запись в списке, потом итерируемся по списку. Как только нам нужно сбрасывать это на диск, оно итерируется по списку, перекладывает это все дело в array, а потом делает, потом итерируется по array почему-то, и потом только записывает на диск, и то вызова в операционной системе будет столько, сколько записей в этом array. То есть это сильно неоптимально вообще такое делать. Ну, оно предполагает, что, ну, наверное, там операционная система как-то это все чуть-чуть сгладит. Она действительно чуть-чуть сглаживает, но там я вам покажу. Тут студенты написали с нормальной буферизацией в writable stream, и он гораздо более производительный. Ну, тоже в каких-то случаях. То есть в каких-то случаях он с такой же скоростью работает, а вот при записи логов он достаточно дает выигрыш в производительности. Дальше, что бы мы еще хотели сделать? Нам периодически бывает необходимо записать в лог что-то, что имеет там тоже slash end в середине. То есть нам нужно как-то так сериализовать эту строчку. Ну, вот, допустим, stack trace записываем. В stack trace много строчек. Нужно этот stack trace вытянуть в одну строчку, а потом иметь возможность обратно его преобразовать в нормальный многострочный stack trace. То есть вот желательно, чтобы логер тоже умел такое сделать при образовании. Ну и кроме того, у нас в stack trace очень часто бывают длинные пути. А хранение логов это такая, скажем так, штука, в которой если мы сэкономим, допустим, там 10-20% от размера логов, хотя бы пути эти сократим при записи ошибок, то это уже может существенно повлиять там, ну это буквально там 10% на винчестере от всего, что логи занимают, мы можем сэкономить просто так. Если пообрезаем пути, как мы их можем обрезать? Ну, вот у меня тут очень сильно длинный путь к вот этой папке. Там, я не знаю, там, по-моему, 10 каталогов точно вглубь. Ну, зачем мне их логировать, если у меня это приложение точно находится в какой-то конкретной папке, я хочу только от него вглубь логировать. То есть у меня есть там приложение, в нем там подмодули, они разложены по папкам, и как бы в stack trace оно мне показывает вот эти все пути, пути очень длинные. Ну, желательно пути обрезать, то есть отрезать от них, скажем так, начало пути, и ни в консоль не выдавать их, ни в файловую систему не выдавать их. То есть желательно, чтобы такая возможность у логера тоже была, отрезать какую-то строчку в stack trace. Ну и одновременно можно писать в несколько мест. Ну, такое бывает тоже нужно, потому что, ну, для надежности мы можем писать там на два винчестера одновременно, а вдруг один сдохнет. А нам эти логи могут быть очень какие-то критичные. Или можем писать в базу данных, в консоль и в файловую систему, там, ну, для разных нужд. Такое. Ну, это еще какие-то требования мы можем выдвигать к системе логирования. Теперь я вам покажу сейчас ту систему логирования, которую мы сделали тоже со студентами. Называется она MetaLog. И лежит она в организации Metarhia в GitHub. И MetaLog, вот она. И тут вся эта система логирования маленькая, вот, 7,5 килл занимает. Вот она вот такая, да. То есть у нее, как минимум, у нее фиксированное количество типов ошибок. Она умеет задавать цвета в более удобном формате. То есть вам не нужно escape последовательности знать. Вы просто имена пишете, а, в принципе, можете написать свою цветовую схему для логирования и задать ее вот такой вот коллекцией. Так. Ну, для этого это сделано еще дополнительной библиотечкой Concolor. Тоже студенты написали. Так. Что она еще умеет делать? Вот она умеет обрезать stack traces. Так. Ну и вот она в виде классов. Тут она не на функциональном программировании написана, а в виде классов. Вот она создает экземпляры ApplicationLogger. И там у него есть несколько типов логирования. Тут это похоже на повторяющиеся фрагменты такие, да. Ну, мы проверяли и так, и так. То есть если генерировать этот код, или же там его порождать динамически, или вот так вот забить фиксированное количество. Так получается, конечно, быстрее. Также у нее может быть несколько destination-ов. Точнее, мы можем писать файл, и мы можем писать в stdout. У нее только два destination-а может быть. Также она умеет удалять логи после определенного прохождения определенного количества дней. Старые логи автоматически удалятся. Если мы вот в конструктор, в options передадим это число. Может буферизировать. Может сбрасывать после в write-интервала. То есть есть тайм-аут сброса буфера на диск. Ну и мы можем указать, в какую директорию мы эти логи пишем. И node-id это какой-то идентификатор процесса. Вот чтобы мы потом могли по идентификатору процесса логи будут разделяться. То есть по дате и по идентификатору процесса. Так, смотрим, что тут есть интересного. Да, у нее еще у этой системы логирования есть события. Ну, onClose, onOpen, onRotate. То есть вот функция Rotate, она удаляет как раз старые логи. Ну и кроме того, сам логер, у него тоже могут происходить ошибки, естественно. И он их должен как-то обрабатывать. Ну, если он не может файл записать, то ошибки самого логера, ну, он должен в консоль хотя бы выводить. И из std-auto их уже там, значит, ну, админ наш должен так все настроить, чтобы в случае, если сломался логер, и логер об этом жалуется в консоль, то нам куда-то это дело тоже поступало. Вот тут есть сброс буферов. И где-то тут еще используется вот библиотечка MetaStreams. Библиотечка MetaStreams, она оптимизирует работу в writable стримов. То есть там только в writable стримы реализованы, там нет writable стримов, потому что нам нужно только буферизацию сделать получше. Так. Ну, и теперь вот я сделал второй экзампл, подключил библиотечку MetaLog версии 1.1.0, и как мы ее используем. Значит, через require подгрузили, дальше дал все настройки, и после этого я могу вешаться на события, onError, допустим, или onOpen. И после того, как случился Open, я просто пишу вот так, logSystem, logFatal, logWarn и так далее. Ну, тут еще написан такой тест, который позволяет проверить, насколько быстро я могу записать более 60 мегабайт логов. Это не очень оптимизированный код, и в принципе, можно было бы, конечно, его там улучшить. Ну, то есть вряд ли там за пару секунд кто-то пишет 60 мегабайт логов. То есть если у вас такая задача, что логи пишутся очень интенсивно, и нужно оптимизировать буферизацию, ну, то есть да, тут в основном можно выиграть на буферизации. Давайте этот тест тоже запустим. Вот у нас тут есть специально заготовленная папка для этих логов. Так, вот открылся логер, и вот, за 5 секунд записал. Ну, там, периодически будет там плюс-минус плясать, там, от 3 до 5 секунд. 6 секунд, вот такое. Ну, и вот он сделал, ну, тут у нас уже 163 метра этих логов понаписывал. Ну, вот что мы тут видим, да. Такс. Тип логирования, имя процесса, application, сообщение. То есть, в принципе, такой формат тоже распарсить достаточно быстро. Дальше. Ну, вы можете попробовать. В зависимости от того, какие мы тут передаем параметры, можете попереводить дату у себя на компьютере. Поверьте, оно все работает. Если мы тут поставим какое-то количество дней, потом будем писать логи какое-то количество дней, а потом, значит, этот логер будет работать, и старые дни будут удаляться автоматически. Кроме того, тут мы, видите, отключили to stdout, пустой массив. То есть, все типы логовых сообщений, они глушатся, которые в stdout выводить. Сейчас мы закомментируем эту строчку и получим, что вот сюда пишется очень много логов в консольном. Ну, конечно же, все сразу сильно замедляется, потому что в консоль писать медленно. Такс. Дальше мы можем оставить, чтобы у нас в консоль писалось, давайте это дело тут вот закомментируем, и посмотрим, что мы можем управлять выводом какого-то определенного типа логов. Вот только error. Пишем в консоль. Давайте еще в error и что-нибудь еще и fatal. Вот так. Error и fatal. Будем писать в консоль. Ну вот, только они пишутся, все остальное не пишется. Причем разными цветами. Такс. Дальше можем to instead out to file. А в файл будем только info писать. Тоже можем себе так вот настроить. Тут видим, что сюда пишется сейчас все. Сейчас я это дело превью и запускаю. Ну, вот эти две ошибки сюда вывелись, а в файл записались, а там info не было, наверное, да? Скорее всего, его не было. Сейчас посмотрим. Не, были, инфа. Такс. Почему-то они не записались. Так, так, так. Инфа есть. Сложно сказать, почему так произошло. Ну, такс. Давайте это дело закомментим. Так. Так, не записало. Вот это да. Наверное, я неправильно что-то назвал. to instead out. Вот так, ну-ка. Вот так оно все в консоль вывело. А сюда. А, все, я понял, почему это происходит. Это из-за того, что я прибиваю процесс раньше, чем сбрасываются логи. Поэтому нужно, конечно, тут установить поменьше буфер. Ну, не буфер, а интервал сброса. И, или вообще его отключить. И тогда оно точно будет надежно писать. Вот. Конечно же. Так. То, о чем как раз я говорил. Что если мы будем прибивать этот процесс, логи, закешированные в память. Сейчас точно подождали. Подождали. Прибиваем процесс. О, видим, что инфа записался. Все в порядке. Но, значит, это мы, как его использовали этот логер, что мы тут имели лог точка чего-то там. Вот мы вызываем функцию логирования из системы логирования. Но, в принципе, люди уже привыкли писать вот так вот консоль лог. А что будет, если, значит, вся программа у нас уже наводнена вот такими вот там консоль логом, консоль диром. И мы при помощи них логировали и забирали все это дело из std-auto. То есть просто выводили логи в каком попало виде, если у нас уже есть такой код, в котором просто логи писались в консоль. А нам нужно теперь привести эти логи в какой-то структурный вид. писать каждую дату, значит, писать там часть в файл, часть в консоль и как-то с ними управлять. В принципе, тут тоже ничего страшного. Сейчас я покажу вот такая программа. Будем считать, что там куча кода написано, но в нем встречается там консоль лог, вот так, консоль дир, и ошибка какая-то логируется. То есть это просто кусок кода, в котором встречаются обычные наши выводы в консоль. Мы их можем прекрасно перехватить, структурировать и писать туда, куда нам нужно. Каким образом мы это можем делать? При помощи того, что я вам уже рассказывал, библиотечки VM и сэндбоксов. Тут мы делаем контекст, который мы будем отдавать вот этой самой песочнице, в которой будем запускать этот аппликейшн. И точно так же мы передаем конфигурацию для того, чтобы мы создаем экземпляр логера. Дальше мы внутри песочницы создаем консоль, и там вот 4 функции. Ну, конечно, консоль имеет там много их, там есть их, по-моему, больше десятка. Вы все их можете эмулировать, но я тут эмулирую только 4. Причем 3 из них эмулируются при помощи вот такой функции. Я просто все аргументы захватываю, форматирую, ну, то есть сериализую их при помощи утил формата и пишу со стилем инфа. А если ошибки выпадают, то я все, что захватываю, как ошибку вывожу, да, и получается вот сюда вот логерр, консоль.эрр будет писать через функцию логерр. Дальше я создаю инстанс вот этого сэндбокса, песочницы, считываю application.json, вот read файлом, да, дальше создаю new script, тут оборачиваю все исходники вот в такой вот модуль exports, в пустую лямбду, вот сюда эти исходники попадают. Дальше при помощи running new context я запускаю этот скрипт, и мне из него возвращается функция, которая вот она, собственно, ну вот, короче, функция, которая экспортируется тут, вот в этом месте, да, и теперь я эту функцию могу просто вот так запустить, да, и дальше я закрываю логер. Давайте попробуем это дело, сейчас тут логов нету в папочке лог, сейчас даже так, о, видите, в консоль ничего не вывелось, а тут у нас явно выводилось, оно попало в систему логирования, и вот оно записалось, к каждой строчке добавились идентификатор процесса, идентификатор application, который мы там задали, тип логирования, info и error, дата, ну, все удобно, и сериализовался у нас тоже, вот там объект был с полем examples, array внутри, все сериализовалось и вроде нормально сюда записалось. Так, ну, мы можем это чуть-чуть перенастроить, и можем, допустим, еще копию всего этого дела отправить к нам в консоль, да, теперь мы это запускаем, вот, нормально, красиво пишется в консоль, и то же самое добавилось в логе еще раз. То есть мы внутри песочницы перехватили логирование обычным способом, и на самом деле вы можете взять из там npm или откуда-то из интернета, или сами написать любую другую систему логирования, взять вот этот пример и прикрутить ее к песочницам, чтобы у нас внутри песочницы была проброшена система логирования, и она прикидывалась обычной консолью, вот такой. Это не сильно повлияет на производительность, но тем не менее, вот весь вывод, который у вас в WastedOut происходит, он заберется. Так, ну, как бы не весь вывод, который в WastedOut, а все, что через консоль выводилось. А если вам нужно перехватить еще WastedOut, вам это нужно делать отдельно. В песочницу нужно подменять у процесса WastedOut, и у него будет метод write, и если кто-то будет напрямую писать в консоль, то вам это тоже нужно будет перенаправлять в логи, да, то есть это мы тоже, на самом деле, вот сюда, вот в этот контекст, вполне можем добавить процесс там, write, процесс даже вот так, stdOut, write, вот так, даже, да, write, и сюда логинфо, вот так, и теперь, если кто-то будет писать напрямую, процесс stdOut в write, то попишет в эту же самую функцию, давайте, процесс stdOut в write, вот так, оп, а где-то я там ошибку допустил, да, точку запятую не поставил, вот тут, вот запятую, так, ну все, вот видите, оно и процесс stdOut в write тоже перехватывает, и вообще все, что хотите, можно перехватывать и записывать в логи. Вы при помощи песочницы можете перехватывать и логировать какие-нибудь такие вещи, там, допустим, все вызовы, там, set timeout, там, вот хотите узнать, где какие у вас создаются таймеры, когда они разрушаются, или там, допустим, где-то создаются event-эмиттеры, там, или где-то открываются сокеты, вот все можете перехватывать и писать в логи. Очень удобная техника, когда вам нужно исследовать свое приложение, а потом отключить это переопределение, то есть можете обернуть все это API, там, допустим, хотите из приложения логировать весь доступ к файловой системе, или, допустим, там, весь доступ к базе данных. Вот оборачиваете и выводите это в логер. И логер сюда, на самом деле, это я только для примера наш логер прикрутил, а сюда можно прикрутить любой ваш там любимый логер из NPM, и это будет примерно так же работать. Так, ну, вроде бы все основное я сказал, если есть какие-то вопросы, пожалуйста.